Доброе утро! Сегодня вечером в Екатеринбурге состоятся полуфинальные поединки финала четырех женской Евролиги по баскетболу. А в футбольном манеже Урал в 7 вечера начнется футбольный матч Урал-Сибирь-Новосибирск. Если не успеете лично побывать на этих матчах, то обязательно посмотрите их в эфире областного телевидения. Футбол в 23.30, а баскетбол сегодня в час 20 ночи. Ну а вообще всю уральскую спортивную жизнь мы решили обсудить с Александром Витальевичем Павловым, полковником, дирижером оркестра Уралбенд и фанатом российской сборной по хоккею, болельщикам футбольного клуба Урал и хоккейного клуба Автомобилист. Доброе утро, Александр. Доброе утро. Доброе утро. После вот этих вот полковник, дирижер и болельщик. Как-то радость должна быть жизни. Так, а болельщик это прежде всего радость. Конечно, конечно. Ну болельщик это скорее всего сродни любви. То есть вот, например, фанат это называется любовник, вот на мой взгляд, да. А болельщик? Друг, скорее всего, друг. Да, это такая дружба, скорее всего. А вот фанат это когда ты думаешь о предмете своей любви в данном случае, когда ты мечтаешь о каждой секунде встрече, обдумываешь ее. Это фанатизм, скорее всего. То есть получается стать болельщиком или фанатом невозможно. Это просто действительно как в любви. Случается или не случается? Однажды повстречал, заразился и все, на всю жизнь. Как вы стали болельщиком? Не, ну болельщиком я стал, то есть другом спорта, футбола, хоккея давно. Отец привел здесь мне на хоккей. Это был челябинский трактор. В каком возрасте вы привели? О, это было лет пять, по-моему. Пять-шесть лет. Вот, это был челябинский трактор. Хотя жил я в Самаре. В Самаре было в хоккейной команде СКА. Ну, естественно, в Самаре меня же привели на футбольный клуб Крыльев Советов. Вот так я стал болельщиком футбольного клуба. Футбол и хоккей, в частности. А фанатом я стал, когда я сидел впервые на матче сборной России, на чемпионат мира. И я понял, какое это событие для многих людей, когда люди... То есть сам матч уже, он, конечно, принципиально важен. Ну, огромное значение имеет подготовка к матчу. Когда группа людей из разных городов, Тольятти, Архангельска, Хабаровска, собираются перед дворцом, и каждый показывает, так сказать, свою любовь к этому виду спорта. Поет песни, танцуются танцы. Да вы что! Конечно! Это целое шоу полторачасовое до матча. То есть получается, в клане болельщиков сборной России есть еще такие группки, которые конкурируют между собой. Конечно! Которые притягивают себе ту или иную группу. То есть перед матчами сборной России на чемпионате мира по хоккею болельщики других стран заранее собираются часа за полтора до матча, чтобы посмотреть, как будут готовиться к матчу болельщики сборной России. Признаюсь честно, я стал фанатом сборной России по-настоящему, благодаря людям, которые вот так любят наш хоккей и наших хоккей. А болельщицы, вот женщины, они вообще есть? Их много? Потому что мне кажется, это нужно столько сил, энергии, это должен быть зычный голос, такой мощный. Голос-то да! Я однажды на матче футбольного Урала встречал одну болельщицу, голос которой дал бы форум многим мужским голосам. Вот так вот! Ну, просто женщины в силу своего предназначения очень вовремя отходят от этого, так сказать, мира страсти, они больше сконцентрируются на болельщиках и фанатах на мужьях, а мужчины, как вечные геологи, вечно ищут вот такое в этой жизни. Когда прошла любовь, когда осталась дружба с женщиной и мужчинам необходимо постоянно себе подпитывать чем-то. То есть, мужчина должен... То есть, болельщица это всегда большой плюс в команде фанатов болельщиков. Каня, ну вообще, женщина по сути... То есть, это не как женщина на корабле. Женщина по сути вообще большой плюс. Да, по сути, бог сделал мужчину и подумал, что и затворил, и сделал женщину, дай бог, он себя никуда не увел. Хорошо, теперь вот если говорить о том, чтобы действительно тоже пристраститься к игре. И болеть. Да, чтобы стать болельщиком, нужно что-то соблюдать, я имею в виду... Пить вот атрибутику, размахивать как-то правильный шарм. Кричалки какие-то, я не знаю, учить. Или можно неподготовленным прийти и окунуться в эту атмосферу. И заболеть. Ну, вы знаете, то же самое, как я сейчас буду объяснять, как, например, полюбить женщину. Ну, как ее можно полюбить? Ну, встретил на улице, понравилось, и, так сказать, то есть, этого невозможно научить. Этому невозможно, скажем так, давать какие-то умыслить. Ну, подождите, можно же научить ухаживать красиво, да? Надо в нужный момент привести в нужное место. Конечно. Да, 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 да. Правильно сориентировать человека. В плане того, чтобы поболеть правильно, что нужно сделать действительно верно, так, чтобы быть в этой атмосфере? Поболеть, иметь чувство ритма. Вот сейчас можем здесь с вами поболеть, например. Давайте, давайте. Вот на пираментарном. Мне очень нравится кричалка хоккейного клуба автомобилистов. Во-первых, потому что она очень мелодичная, потом используется там у любимых музыкантами кварта. То есть кварт – это интервал, с которым начинаются все... Ну что, там слух еще должен быть? Конечно. Ну, в принципе, не так много. Ну, поехали. Я буду петь, не петь, а вытаскать, мне подхватить, да? Автомобилист, автомобилист, подхватить, беби лист. Автомобилист. Давай, давай, громче. Вот, ребят, ну, покинул по большому счету. Я только во вкус вошел. Да. Дело в том, что в это втягивается. То есть, ты, конечно, можешь готовиться реально, но всегда есть группа людей, которые намного больше этим занимаются, которая, по сути, не просто уже болеет и является фанатом, она, по сути, как болезнью, господи, не буду страшно болезнью называть, заражена этим вирусом. И ты, глядя в их, скажем так, фанатеющие глаза, понимаешь, что, наверное, в этой жизни есть что-то такое, что ты еще не достиг. То есть, она ходит на полпути к вершине. Поэтому это радость сопричастия, она вот радость, скажем так, понимание того, что ты являешься в группе людей, которые просто получают колоссальное удовольствие от процесса. Ну, наверное, да, для мужчин это возвращение в любовь. Вы сегодня вечером за Урал пойдете болеть или на УТВ будете смотреть? Я думаю, что сегодня, вот обязательно, у меня сегодня есть время, слава богу, сегодня у меня сложилось так, что я имею возможность успеть заранее на Урал, поэтому, надеюсь, наша команда порадует. Спасибо большое. Спасибо. Огромное зрителям напоминаем. Александр Витальевич Павлов, полковник, дирижер оркестра Уралбен и фанат, фанат, уж я не буду перечислять его, истинный болельщик был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. Что ж, сейчас небольшой коммерческий перерыв, затем возвращаемся в эту студию и продолжаем рассуждать, когда стоит переодеваться в весеннее.